Я не видела Шэна целый месяц. Он точно будет мне рад. Боже мой, она такая толстая. Какое позорище. Шэн, я приехала. Что вы здесь делаете? Как же ты достала меня, жирдяйка. Не притворяйся. Ты всё равно уже получил все акции этой жирной дуры. Давай просто расскажем. Шэн много лет любил только меня. Он сказал, что при виде твоей огромной души его тошнит. Охрана, увидите эту толстуху отсюда! Шэн, объясни, что происходит. Су Юань, ты правда думала, что я влюбился в тебя? По правде, я использовал тебя. И делал всё только ради твоих денег. Давай. Забирай свои вещи и не попадайся мне на глаза. Шэн! Уйди. Тон Шэн, Лин Мин. Если бы не вы, я не потеряла ни компанию, ни отца. Папа! Прости, мне не следовало выходить за Тон Шэна. Это всё моя вина. Папа! Это всё моя вина. Прости меня. Соблюдайте тишину, не мешайте нам. Мы сделали всё, что могли. Папа! Папа! Боже мой, она такая толстая, позорищая. Тон Шэн. Мама Шэн рано умерла, и у меня больное сердце. И компанию, и Юнь. Я оставляю тебе. Ты должен о них позаботиться. Не волнуйтесь. Я позабочусь о Юнь. Уйди. Шэн, может сделаем перерыв? Воды попьём. Я не устала. Я справлюсь. Я стану как Дзя Линь. Я выиграю. Я с тобой. Вперёд! Тон Шэн и Лин Минь. Вы у меня. За всё заплатите. Президент Лу точно приедет? Точно. Здравствуйте. Я Тон Шэни с Шэнь Юнь. Мы уже виделись. Что вам надо? Господин Лу, хотите поужинать с нами? Обговорим планы на следующий год. Всё, что вы предоставили Джи Кей групп, было ужасного качества. Боюсь, мы не будем сотрудничать. Ещё посмотрим. Рано или поздно группа Джи Кей будет моей. Вы в порядке? Спасибо вам. Не за что. Это мой муж. Не пытайся его соблазнить. Я случайно упала. Милашка, не притворяйся. Ты явно положила глаз на моего мужчину. А? Моя сумочка. Простите, я случайно. Ах ты, лиса, смерти ищешь. Прекрати. Хватит позорить меня. Я позорю? Она же испачкала мою сумку. Похоже, ты и сам положил глаз на эту дрянь. Ты... Простите, это я виновата. Сколько стоит ваша сумка? Я компенсирую её стоимость. Это не ваша вина. Линь Мин, извинись перед девушкой. Мне извиняться? Тон Шен. Похоже, ты осмелел. Если бы не я, ты ни за что бы не стал президентом компании. Если бы не я, ты всё ещё был бы со своей толстухой. Тон Шен. Ты меня ударил? Да, ударил. Если не замолчишь, я выгоню тебя. Хорошо, я поняла. Простите, моя семья ждёт меня. Это моя визитка. Позвоните мне по поводу компенсации. Линь Минь. Тон Шен. Вы, похоже, и правда меня не узнали. Боже мой. Вы даже не закончили университет, а претендуете на место секретаря президента? Вы шутите, что ли? Образование не определяет способности. Работа секретаря довольно лёгкая. Просто из-за проблем дома я не смогла доучиться. Стоп! Я столько таких, как ты, видела. Если бы вы все были такими способными, я бы тут не сидела. А я говорил президента Луис Джеке не провести. Зачем использовала плохой материал? Что нам делать? Бизнес – это рулетка. Я не знала, что он нас раскроет. Ты. Пожалуйста, дайте мне шанс. Я докажу свои способности. Добрый день, президент. Директор Линь. Почему ты тут? Почему тут эта дрянь? Директор Дэн, что у вас тут? Директор Линь, она не окончила университет, но претендует на должность секретаря президента. Секретаря? Сейчас девушки такие амбициозные. Директор Дэн, вы можете дать ей шанс. Может, устроить ее на должность уборщицы? Раз она так хочет часто посещать кабинет президента, будет убираться там в конце дня. Госпожа Линь, спасибо вам. Вы помогли мне разобраться с этой проблемой в два счета. Отправим ее мыть туалеты. Поблагодари госпожу Линь. Линь-Минь, когда-нибудь ты окажешься на самом дне. Чтобы показать себя, я могу начать с уборки. Но моя цель? Стать секретарем президента. А я смотрю, ты готова на все, чтобы быть с президентом. Разве наша компания всегда смотрит на образование? Госпожа Су, у вас есть доказательства вашей успешной деятельности в прошлом? Президент Тон, это проекты, над которыми я работала. Взгляните. Неплохо. В наши дни подделать документы очень легко. Чтобы подавать чай и воду, не нужно показывать свое участие в проектах. Давай лучше, я дам тебе шанс показать себя в деле. Это ежегодные заказы GK Group. Если сможешь подписать контракт с ними, станешь секретарем президента. GK этого не подпишут. Даже если ты туда поедешь. Дорогой, но это же шанс для госпожи Су. Она сказала, что способная, давай просто поверим ей. Если она успешно подпишет контракт, у тебя будет еще один красивый помощник. Разве это не радость? Хорошо. Хорошо, я согласна. Если смогу убедить GK подписать контракт, вы выполните обещание. Я вице-президент компании Шэн Юнь. И я держу свое слово. Более того, президент Тун – свидетель. Байхао, ну как там? Шэн, я отправил тебя на почту ключевых поставщиков GK. Поняла. Госпожа, извините. Без записи вы не сможете попасть к президенту Лу. Прошу вас уйти. У меня важное дело к президенту Лу. Прошу сообщить ему. Вы слышали меня? Президент Лу! Этот аромат. Такой знакомый. Это уборщица из компании Шэнь Юнь. Здравствуйте, я Сушанис Шэнь Юнь. Дайте мне 10 минут. Мне некогда. Всего 3 минуты. Если GK продлит контракт с Шэнь Юнь, помимо скидки в 5%, еще и все новые ткани 3 месяца будут поставляться только вам. Наш клиент прибыл. Скажи, скоро будем. Президент Лу! Президент Лу! Президент Лу! Президент Лу! Если вас что-то не устраивает, мы можем все обсудить. Слышал, Шэнь Юнь прислали уборщицу обсудить контракт. У них, походу, проблемы с сотрудниками. Фигурка у нее неплохая. Жалко ее. А смысл в фигуре, если ты уборщица? Точно. Согласно информации о клиентах GK, у господина Лу обсуждение заказа с французским вип-клиентом. Это мой шанс. Важнейший аспект сотрудничества, чтобы вся наша продукция была защищена от подделок. Верно. GK Group работает и в этом направлении. Но если логотип наносить прямо на поверхность изделия, это разрушит узор и станет сложной технической задачей. Если не сделаете это, тогда наше сотрудничество будет прекращено. Настал мой шанс. Президент Лу, у меня есть выход. Что может предложить уборщица? Господин Лу, китайцы ведь говорят, образование для всех. Позвольте, красавица, сказать. Хорошо. Общий дизайн шарфа остается неизменным. Вы можете сделать логотип части шарфа. Большинство фальсификаторов в целях экономии сделают весь дизайн только из линий. Вы можете заменить среднюю букву «Д» точкой. Так внимательный клиент может отличить подделку. Превосходно. Это хорошая идея. Не похожа она на уборщицу. При устройстве в нашу компанию все сотрудники проходят обучение. Кажется, в GK очень много талантов. Даже у уборщицы классные идеи. Господин Лу, теперь я уверен в нашем сотрудничестве. Подождите. Госпожа Су, я не привык оставаться в долгу. Вы помогли мне, как я могу отплатить вам. Президент Лу, я подожду, пока вы освободитесь, и расскажу вам о контракте. Хорошо. Интересненько. Все прошло строго по плану. Слушаю, господин Эдвард. Надеюсь, у вас хорошие новости. Господин Лу, мы готовы подписать контракт. Приведите эту девушку на подписание. Хорошо. До встречи на подписании. Шэн Тян, найди ты уборщицу из Шэнь Юнь. А, нет, госпожу Су. Приведи ее на подписание. Хорошо. Успешной работы. Спасибо. Очаровательная госпожа, я бы хотел видеться с вами как можно чаще. Я ожидал, что вы так популярны у мужчин. Говорите, что бы вы хотели. Президент Лу, послушаете ли вы план Шэнь Юнь? Да. Если вы берете Шэнь Юнь поставщиком тканей, мы предоставим вам скидку в 5% и гарантию, что все новые ткани будут поставляться только вам в течение полугода. Шэнь Юнь, поставщик GK уже 5 лет. Хотя была поставка некачественного товара. Но недавно Шэнь Юнь разработали новую ткань. У ткани аналогов нет. С нашим дизайном продажи будут высоки. Ладно. Вы правда согласны? Спасибо вам. Я никогда... Я никогда не остаюсь в должниках. Ты. Вам нужен контракт? Конечно нужен. Когда уладят все формальности, я отправлю контракт в Шэнь Юнь. И с того момента мы ничего не должны друг другу. Президент Лу, вы так легко не отделаетесь. В прошлый раз я убедила Эдварда. Сейчас помогаю заработать на Шэнь Юнь. Почитайте. Вы все еще мне должны. Но я щедрая. Деньги мне не нужны. Земля круглая. Мы с вами еще увидимся. Ах ты. Она обдурила меня? Алло, Байхао. Проверь-ка. Откуда у Шэнь Юнь технология новой ткани? Неужели это... Неужели это... Папа, ты искал меня? Эта секретная технология передается из поколения в поколение. Сейчас только мы обладаем подобной технологией. Позаботься о ней. Сохрани эту технологию в секрете. Хорошо, пап. Малышка, поешь. Дорогой ты такой заботливый. Дорогая, я рад, когда ты счастлива. А дела компании? Оставь на меня. Кстати... Технологию, что передал тебе отец, я могу надежно спрятать. Спасибо, милый. Значит, ты использовал эту технологию. Прости, пап. Я не смогла защитить её, как обещала. Да, хорошо, я свяжусь с вами до конца рабочего дня. До свидания. Секретарь Су. Приезжает Моника, вип-клиент компании. Встреть её сегодня. Всю информацию и маршрут я положила у себя на столе. У меня другие дела. Ты же разберёшься? Разберусь. Цель компании на первый квартал – увеличить рентабельность на 30%. Хороша же ты, Сушань. Из-за тебя потеряли 10 миллионов и вип-клиента. Эллина Минна, о чём ты? О чём я? Спроси у своей прекрасной секретарши. Что с нашим вип-клиентом? Сушань, что случилось? Я тоже не знаю. Госпожа Линь, может, вы что-то не так поняли? Не поняла? Сегодня в 3 часа дня. Наша вип-клиентка Моника прибыла в аэропорт. Почему ты до сих пор в компании? Всё, её уволят после повышения. Знаешь, она вот слишком симпатичная. И это директор Линь раздражает. Уйди отсюда, сейчас же! Прекратите. Директор Линь, кого вы прогоняете? Директор Линь, кого вы прогоняете? Моника, почему вы здесь? Вижу в Шэнь Юнь, всем просто плевать на своих клиентов. Если бы госпожа Су не согласовала со мной заранее маршрут, мне пришлось бы вашу компанию идти пешком. Моника, зачем вы здесь? Вы наш самый уважаемый клиент. И мы всегда согласовываем заранее ваш маршрут. Правда? Этот маршрут? Но он же неверный. Это же информация из нашего пиар-отдела. Линь Мин, это что? К счастью, у вас есть заботливый секретарь. Она не только подготовила для меня маршрут, но и купила мой любимый кофе. Рада стараться. Просто это... Линь Мяу Мяу! Как ты могла пренебречь вип-клиентам? Директор Линь, замолчи! Пошла вон отсюда! Линь Мин, что это за работники в твоём отделе? Возможно, Мяу Мяу переутомилась, поэтому совершила такую ошибку. Шань, ты в порядке? Попрошу отвезти тебя в больницу. Сяо Ван, пусть кто-нибудь отвезёт Сушань в лучшую больницу. Найдите ей лучшего врача. Хорошо. Всё, что я испытала тогда, ты испытаешь на своей шкуре. Вы в порядке? Сань, поднимись ко мне. Большое спасибо вам. Президент, вызывали? Шань, хотел посмотреть, как твоё лицо после удара. Спасибо за заботу. Моё лицо в порядке. Это всё вина, Линь Мин. Если тебе что-то надо, скажи мне. Тоншен, ты не изменяешь своим привычкам. Президент, моё лицо в порядке. Но вы были так жестоки к директору Линь. Она не будет злиться. Это не повлияет на ваши с ней отношения. Ну что ты. Это была её вина. Я просто... Забочусь о тебе. Тогда угостите меня ужином. У меня ещё есть работа. Я пойду. Хорошо. Секретарь, Су. Секретарь, Су. Что ты здесь делаешь? Господин Тон, почему вы подкрались? Я хотела сделать вам сюрприз, но вы всё испортили. Сюрприз? Да. Я тут узнала, что вы любите чёрные розы. Их привезли для вас из-за границы. Секретарь, Су. Мне кажется, я вам нравлюсь. Я просто выполняю свою работу. Господин, не поймите меня неправильно. Алло? Ассы, ты уже внизу? Хорошо, я сейчас спускаюсь. Президент, моя сестра приехала. Увидимся завтра. Хорошо. Тон Шэн, откуда у конкурентов появилась наша технология ткани? Что? Это невозможно. Невозможно? Тон Шэн, посмотри сам. Ты что, предал компанию? С твоей стороны, это нарушение служебных обязанностей. Что? Быть не может. Как так? Наша компания за две недели потеряла 30 миллионов. Кажется, ты некомпетентен как президент компании. Мы решили переизбрать нашего президента. Советую тебе подать в отставку. Не спешите. Скоро известный дизайнер Дэвид приедет в Хайчен. Тогда я смогу точно вывести компанию из кризиса. И верну я не 30? А все 300 миллионов. По рукам. Ладно. Я поверю тебе. Идем. Не может быть. Формула на месте. Что-то случилось? О! Ничего. Иди работать. Хорошо. Тон Шен, чужое никогда не станет твоим. Папа. Мама. Чтобы вернуть компанию, я поделилась нашей технологией. Что за спешка? Дизайнер Дэвид приезжает в Хайчен, и это наш последний шанс. В Хайчене у нас нет рынка сбыта. Это наш шанс вывести нас на международный рынок. Дэвид приедет в Хайчен, чтобы выбрать моделей. Во второй части проход с партнером и никому нас не превзойти. Победитель не только войдет в компанию Эмпи, оно и получит право на эксклюзивный контракт с Дэвидом. Милая, ты права. И мы должны поймать эту возможность. Если моделью Дэвида стану я, весь Хайчен будет умолять нас о сотрудничестве. Милая, ты такая умная. Только благодаря моей умной жене я стал президентом компании. Мерзавцы. Недолго вам быть самодовольными. На этот раз я вышвырну вас из Шэнь Юнь. Сделай мне одолжение. Президент Лоу, если Джеки и Групп захочут выйти на международный уровень, нам нужен контракт с Дэвидом для продвижения. Это редкая возможность, если мы примем участие, шанс на победу высок. Сушань тоже будет? Да. На этот раз нет необходимости регистрироваться. Дэвид любит розовое. Мерзавка. Думала, что ты единственная, кто об этом узнает. На этот раз победить доложна я. Я ни за что не дам Тон Шену потерять место президента. Что за трепьё на тебе? У тебя просто ужасный вкус, ни в какое сравнение со мной. Стоп! Как вы посмели надеть розовое? Уходи. Проверишь, какое она компания. Как ты могла? Да откуда я знала? Ты же всё проверила. Линь-минь, беда. Помощник Дэвида сказал, Дэвид ненавидит розовое, потому что его жена погибла в таком платье. Сушань, какая же ты дрянь! Хотя подожди. Сушань тоже ошиблась. Она тоже в розовом. Посмотрим. Если у меня нет шансов, её тоже выгонят. Прошу набраться терпения. Давайте сейчас мы все подарим аплодисменты последней учательнице от компании Шэнь Юнь. Госпожа Сушань! Что она делает? Она сумасшедшая? У неё совсем мозгов нет. Ух! 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 Откуда такая ткань? Я такого не видел раньше. Боже мой. Это же идеально. Не может быть. Уверена, ты спишь с кем-то из судей. Некоторые рождены стать главными героями, а кому-то уготованы вторые роли. Ах ты! Не будь так самоуверена. Это первый раунд. Госпожа Су, кто-то звонит вам. Спасибо. Алло, Байхао, в чём дело? Шэнь, у меня лопнула шина. Не знаю, когда буду. Дождись меня. Байхао, мне скоро на сцену. Где мне сейчас найти партнёра? Не думай, что если спишь с судьями, то выиграешь. Скоро вторая часть. Где же твой партнёр? Что-то я его до сих пор не вижу. Неужели никто не хочет быть твоим партнёром? Даже если первый раунд успешен, без партнёра ей конец. Верно, она вылетит в следующем туре. Ей точно не стать моделью Дэвида. Если выиграть этот конкурс, победительница будет всю жизнь как сыр в масле кататься. Это всем известно. Это же самый богатый человек в Хайчене, господин Лу Мо. Да, почему он здесь? Точно. Слышала, Джекей в этом конкурсе не участвует. Может быть, он чей-то партнёр? Господин Лу, почему вы тут? Кто сказал, что у неё нет партнёра? Я её партнёр. Так ведь? Госпожа Су. Зачем Лу Мо? Помогает мне. Похоже, ты залезла не только в судейскую постель, но и в постель господина Лу. Ты совсем бесстыжая. Госпожа Линь, похоже, вы очень разозлились. Мне очень жаль. Во втором раунде вам меня не победить. Посмотрим. Не нужно разыгрывать сцену. У вас что, на работе нет дел? Я хочу просто поговорить о сотрудничестве с вами. Вы же здесь из-за Дэвида. Верно. Но я могу помочь вам выиграть. Но после победы все права на работы Дэвида будут моими, а остальное останется вам. Бай Хао не скоро приедет. Чтобы забрать Шэнь Юнь, мне нужно очень много денег. Хорошо. Но у меня есть просьба. Остановись. Мне нужно проверить эти туфли. Я должна отдать это лично в руки участникам и никому другому. А если так? Я секретарь... Я помощница Сушань. Хочу проверить туфли. Я могу? Конечно, можете. Можете. Получай, дрянь. Я поубавлю твою гордыню. Это размягчит каблок. Хочу, чтобы ты опозорилась перед всеми. Что ты делаешь? Ничего. Ладно, пойдем в зал. Идем. Идем. Платье красивое, отражает темперамент. Госпожа Су, ваши туфли оставь здесь. Хорошо. Хорошо. Что? Что-то не так с обувью? Все нормально. Президент Лу, хотите немного повеселиться? Она надела туфли. Похотливый бабник. Сушань, совсем скоро ты опозоришься. Прошу, будь с ней повежливее. Кажется, это все часть вашего плана. Это все благодаря вашей помощи. Снова этот аромат. Кто-нибудь, помогите. Господин, вы в порядке? Этот запах. Госпожа Су, какими духами вы пользуетесь? А что? Хотите создавать женские ароматы? Госпожа Су, это очень важно для меня. Скажите мне. Я не пользуюсь духами. Шен! Подожди меня! Идиотка. Ты опозорилась. Как ты могла такое сделать? Да откуда я знала? Хватит. Предупреждаю. Не вреди ей больше. Меня не должны сместить с поста президента. И она мне поможет. Поняла. Чёртова Сушань.